Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня предлагаю вам вместе со мной приготовить замечательный салат, который известен, наверное, каждому из нас. Это салат мимоза. Рецептов его есть очень большое количество, разнообразных, есть с большим количеством ингредиентов, есть с меньшим. Моей семье нравится вот именно такой вариант рецепта, которым я хочу сейчас с вами поделиться. Для приготовления данного салата нам понадобится картофель 2 штуки, довольно крупные, морковь 2 штуки, консерва сардина в масле, яйца куриные 4 штуки, твердый сыр 100 грамм. Также понадобится майонез для того, чтобы это все перемазать. Картофель, морковь и яйца необходимо отварить. Удаляем все ненужные косточки. Консервы вместе с юшкой, в которой она была, необходимо перемять, а потом только юшку слить, так она будет гораздо сочнее. Она сейчас впитает в себя часть вот этого вот сока, будет гораздо сочнее. И только после этого на сито отсадить юшечку вот эту вот лишнюю немножко слить. Блюдо, на котором будем подавать салат, выкладываем рыбу и распределяем равномерно. Картошку необходимо натереть на терке. Точно так же поступаю с картофелью. Необходимо отделить желтки отдельно, белки отдельно. Белки так же натереть на терке. Сыр так же необходимо натереть, но я буду делать это на вот такую вот мелкую терку, чтобы получалась вот такая очень нежная масса сырная. Рыбку я распределила, теперь сверху небольшую сеточку из майонезика. Далее укладываем картофель. Распределяем более-менее, чтобы получилось равномерно. И немного вот так вот прижимаем. Картофель немножко присолить необходимо. И опять рисуем сеточку из майонеза. Сверху выкладываем белок. Так же немного присаливаем и немножко добавляем майонез. На белок много майонеза вложить не нужно, он и так сочный. Далее укладываем слой моркови. Так же немного соли, совсем чуть-чуть. И сеточку из майонеза. Теперь укладываем сверху сыр. Майонез. И сверху это все необходимо украсить желтками. Желток предварительно вот так вот вилкой переминаем в крошку мелкую. И сверху посыпаем дробленым желтком. Вот такой вот замечательный солнечный салат получается. Его можно украсить зеленью. Можно сверху выложить любые украшения, которые вам нравятся. И подать его как праздничный салат. А можно просто приготовить и побаловать семью в выходной день. Если вам понравилось и было полезно мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мой канал Удачный рецепт с Еленой. До новых встреч друзья. Пока-пока.